Всем привет, друзья! У нас сегодня среда, 28 августа. Я уже на работе переоделась, убрала волосы, сделала зарядку. По дороге в автобусе еще успела послушать лекцию одну итальянского языка. Так что я уже с утра молодец, иду работать. Ведь я сегодня выходной. Должен посмотреть там какие-то машины. Может быть договориться на просмотре. Я сегодня до двух. И после сможем, может быть, что-нибудь посмотреть. Если у него получится это организовать. Чтобы что-то где-то недалеко можно было. Какие-то подходящие варианты найдет. И вечером после восьми идем в Белинцуну на концерт симфонической музыки. Билеты на него я взяла бесплатно. Там нужно было только зарегистрироваться. Потому что какое-то ограниченное количество мест было. Я это сделала еще в июле, по-моему, в начале. В общем, давно. Вот. Такие на сегодня у нас планы. Все. Тем хорошего дня. Иду работать. Зашли в Мальди, купили йогурт, печенье, масло, пиво, семечки, шоколадку и напитки всякие. Мы приехали и уже посмотрели одну машину. Но я, такой блогер, совершенно забыла что-нибудь записать. Citroёn Берлинга белого цвета. Ну, как-то так. Посмотрели. Сейчас пойдем еще одну такую уже посмотрим. Только подешевле. И заехали заодно в Альди. Тут прямо напротив. Кстати, вот напротив этого Альди. Там бар. Мы были на дне рождения. У Наташи и там слева от этого бара находится этот гараж, в котором смотрели машину. Сейчас поедем еще одну, посмотрим. Постараюсь не забыть там что-нибудь записать. Приехали еще одно место. Но не этот мы хотели смотреть. Битый правый бок у него. Но модель такая. Стренд. Берлинга. Она где-то там на солнышке стоит. Пойдем. Мы его в прошлый раз посмотрели снаружи. Была уже тут, наверное, закрыта. Никого не было в офисе. Сейчас Витя позвонил. Кто-то вон там есть. Можно будет открыть, посмотреть внутри. Вот она. Ситроен. Берлинга. Знаешь, что мне, котик, не нравится? Что задние окна невозможно открыть нормально. Они только в режиме форточки открываются и все. И кот открывается так. Открыл он машину. Нет, это я закрыл. А, это ты закрыл? А что, никто не выйдет? Он там сидит при кондиционере. Понятно. Самообслуживание. Внутри прям новенькая такая машинка. Или так они ее хорошо помыли. Но она, в принципе, какого года, котик? 17-го конца. 17-го. То есть лет 6-7. 7 лет. 7. А тут нету вот этой вот камеры заднего вида. Софтой была. Ну, внутри, да. Лучше, чем снаружи. Более простенькая модель. Наверное, да. У того была еще камера заднего вида. Впереди стояла. Столики тут. Такие, ну, и такие. Это вытаскивается. Коробка ручная. Кондиционер, по идее, есть, да? Да. Сверху такая полочка. Стой просто очень хорошая. Высокий тоже. Я стоя стою. И потолок выше меня. Да, внутри прям чистенькая-чистенькая новенькая. Мне нравится здесь. Видите, что-то свое там смотрит, проверяет. Здесь описание. Пробег 124, 110 лошадиных сил, ручная коробка, 2017 год, 9,900, но не дешевле цену. В интернете поставили. Я решил пару метров хотя бы завести и проехать. Но это лучше выглядит, хоть стоит дешевле, чем та, которую мы смотрели до этого. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. С этой стороны джилотерея. Там, я так поняла, перекрыли дорогу. Там мотель и за ним замок. Здесь вот, возле банка, концерт. Наряд, в чем я ходила. Свежий купленный штанат, веные рубашки, черные майки. И Ксюша мне дала свою сумочку, потому что у меня только рюкзак не подходил к этому наряду. Вот только сейчас будет слышно. Покажи мой наряд просто и все тогда. Спасибо. Мы оставляли машину на парковке недалеко от бассейна. Идем назад, а вон, оказывается, там еще какая-то тусовка есть. Музыка, бар. Этот работает. Это сам бассейн, по-моему, до восьми где-то работает, не больше. Едем домой по ночной Белинзоне. Витя говорит, что когда мы приехали, проезжали просто мимо заправки больше двух лет назад. Бензин стоил 2,20. А сейчас вот 1,85, 1,90. Да, Котик? Да. Подешевел, получается. Ну, не прямо сейчас он подешевел. Вообще имеется в виду, что да, спустя два года стоит дешевле бензин. Еще обсуждаем с Витей машину, которую сегодня смотрели. Ему, в принципе, понравилась. Больше вторая, чем первая. Хотя первая была дороже на год новее. Но вторая, правда, как-то, не знаю, лучше выглядела. Но детям совсем не понравилось. Говорят, что сзади неудобные совершенно сидения. Несмотря на то, что она вроде зрительно шире, говорят, что в нашей машине удобнее сзади сидеть. И больше места, и свободнее как-то, чем в той. Хотя, вообще-то, она по размерам должна быть немножко шире, чем в нашей машине. Да ведь? Да. И шире, да. И больше. И больше места там. Но сиденье может быть удобнее в этой, кто знает. Короче, детям не понравилось. Но они потом сказали, вы на нас особое внимание не обращаете, что там сильно часто будет. Все равно я как-то задумалась. Мне не понравилось, как на задних дверях форточки открываются. Вообще нет никаких ни подъемников, ни ручных, ни автоматических стеклоподъемников. Просто она как форточка чуть-чуть открывается, откидывается и закрывается. Во всех бусах так? Ну, не знаю. Во всех бусах на задних дверях так? Мне не понравилось. Я-то себе в голове как бы, ну, представляла, что вот хочу такую, потому что там шире, потому что выше, больше места и все такое. Когда по факту посмотрела, не знаю, очень-то она мне и понравилась. Пока я не знаю, что. Что-то другое искать, смотреть или. Эта модель называется компакт-вэн. Компакт-вэн или мини-вэн или компакт-вэн. Ну, вот этот мерседес, который, ты говоришь, видит, это же тоже мини-вэн. Мне кажется, она будет комфортнее. Да, он мерседес комфортнее. Некомфортная она внутри. Может быть, передней еще на пирожки. Все эти каблучки, как они? Пирожки или каблучки, как их называют, они все. Комфортные. Они все вот такие, да. Сделаны для работы. Я вот в окно глядываю, в 6 утра очень много здесь именно такого машин. Много и на дорогах я много таких стеречу. На дорогах много. Именно работяги все едут, загрузили там инструмент туда и там какой-то. Ну, не бывает такого, чтобы такая по размерам еще и чтобы комфортная для пассажиров была? Не бывает? Бывает, но эта модель не про комфорт, а про груз, возможность привезти груз, семей, там всяких животных. Все в куче было. Вот есть машины типа Family. Ну, эти есть модели Family, но сиденья там одни и те же, как и в этом. Ну, чем тогда отличается? Вот есть Volkswagen, например, Mercado Family. Есть такое, а также эти есть Family. Ситроен, Renault, Peugeot, Peugeot Partner, Renault Kengu или Renault Docker, Renault Kengu, Citroen, Berlingo, Peugeot Partner, Fiat Doblo. Ну, а вот это все с одного плана. Каждый. Короче, я не знаю, что хочу теперь уже. Ну, так вот посмотри, на фотке ты же смотрела, сейчас живем посмотрела. На фотке, видишь, да, по-другому получается, не знаю. Просто обычная легковая, она комфортнее? Ну, да, какая-то не очень, хочется все-таки, чтобы комфортно было. Ладно, нам на переднем сиденье, нам все равно, а детям сзади, ну, куда-то далеко ехать хочется, чтобы удобно им было тоже. Короче, будем еще думать, наверное.